Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас понедельник, 8 ноября. И давайте с вами посмотрим на графики еврофунта, поговорим о том, что произошло и о том, что ждет нас сегодня. Итак, видим, что европейская валюта продолжила свое снижение против доллара США. Все рассчитывали на хорошие данные по американскому рынку труда. Так и случилось. И уже после обновления недельных минимумов, после выхода сильного отчета по американскому рынку труда, трейдеры начали фиксировать прибыль, а безработица там сократилась и хорошо выросли. Был зафиксирован хороший рост рабочих мест, больше чем на 500 тысяч при прогнозе в 400. Но, как мы видим, все это привело лишь к хорошему росту фондового рынка и фиксации прибыли в паре евро-доллара. На чем-то нужно было крупным игрокам фиксировать прибыль после вот этих вот падений, наблюдавшихся еще с 29 октября. И американские данные были весьма кстати. Поэтому мы увидели вот такую вот высадящую коррекцию уже ближе к закрытию американской сессии. Аналогичная картина была и в британском фунте. Продолжили мы то падение, которое у нас образовалось еще 4 ноября после заседания Банка Англии. И затем уже наблюдалась у нас фиксация прибыли. Теперь, что касается сегодняшнего дня, сегодняшних данных и в принципе технической картины, которая у нас просматривается. Не так много у нас серьезных показателей. По еврозоне выходит сегодня индикатор уверенности инвесторов. За ноябрь видим, что прогнозируется снижение показателя, что в принципе может оказать давление на европейскую валюту небольшое. Выступают у нас представители Европейского центрального банка, Федеральная резервная система. Выступает у нас речью и председатель ФРС Джером Пауэлл и губернатор банка Англии Эндрю Бейли. В общем, очень много будет лирики. Опять же, рынки уже поняли, что особо никого слушать не надо. Инвесторы действуют по согласованной своей стратегии. И в целом я не думаю, что как-то эти все заявления серьезно повлияют на направление пары евро-толлар. Поэтому рекомендую больше отталкиваться от технической картины. Если медведи защищают уровень 1571, формируют здесь ложный пробой, то в таком случае продажи и целью их будет прорыв и закрепление ниже уровня 1549. Тест этой области снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций и пойдем мы на уровень 1527 и затем на уже обновление минимумов прошлой недели. Если сценарий развивается наоборот, защищаем мы поддержку 1549, формируем изложный пробой, пробиваемся мы выше 1571, тестируем сверху внизу этот уровень, то все это сигналы на покупку и можно ждать восстановления евро уже на 1595 и 1615, где продажи сразу на оскок с коррекцией там 15-20 пунктов внутри дня. Покупать от уровня 1527 рекомендую также только при формировании ложного пробоя, как и в принципе продавать от уровня 1595, только на ложном пробое. Что касается британского фунта, то здесь в принципе ситуация аналогична. Говорить пока о завершении вот этого медвежьего тренда, наблюдаемого с 20 октября пока еще рано. Все-таки те заявления, те решения, которые были приняты на прошлой неделе Банком Англии, еще оказывают давление на британский фунт. Поэтому, конечно же, оптимальным сценарием для медведей будет формирование ложного пробоя на 3504 и возврат под уровень 3464. Если мы закрепляемся ниже этого диапазона, все это будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций. И в таком случае идем мы на пробой 3426 и дальнейшее падение, я думаю, будет у нас к 3375 и 3308, где покупки сразу на сколько можно посмотреть с коррекцией 25-30 пунктов внутри дня. Если быки защищают 3464, либо выбираемся мы выше 3504, и никакой активности со стороны медведя на этом уровне не будет, то в таком случае длинные позиции и можно ждать восстановления фунта на 3558, 3603, и ключевой основкой будет, конечно же, 3650. Поэтому продавать от уровня 3558 только на ложном пробое, либо на сколько 3603 с коррекцией 15-20 пунктов внутри дня. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok